Привет друзья! Что-то давно не было рецептов на моем канале, а я знаю, что большинство подписчиков моего канала любят лапшу быстрого приготовления, поэтому сегодня будет подборка необычных рецептов с применением этого деликатеса. Берем упаковку лапши и измельчаем вот таким образом. Пересыпаем полученное содержимое в миску, вынимаем пакетики с приправами, заливаем кипятком и оставляем на 5 минут, накрыв крышкой. Возьмем две сосиски, разрезаем их вдоль несколько раз, затем нарезаем на мелкие кусочки. Теперь нам понадобится половинка помидора, нарезаем помидор. Натираем 50 грамм сыра, добавляем лапшу и вбиваем 2 яйца. Высыпаем приправу из пакетиков, еще можно поперчить по своему вкусу. Хорошо все перемешиваем. Наливаем на разогретую сковородку растительное масло, выкладываем получившийся фарш. Обжариваем 3 минуты с одной стороны, переворачиваем на другую сторону и еще обжариваем 3 минуты. В итоге получаем очень вкусный перекус, который готовится быстро и просто. Наливаем в сковородку 250 миллилитров воды, доводим до кипения, кладем лапшу быстрого приготовления, доводим до состояния готовности. Посыпаем сверху приправой, делаем в середине углубление и вбиваем яйцо. Посыпаем яйцо солью, кладем несколько ломтиков сыра, накрываем крышкой и жарим до готовности яйца несколько минут. В таком виде лапша быстрого приготовления получается гораздо вкуснее и сытнее. Возьмем кусок куриного филе, нарезаем его на полоски, полоски нарезаем на кубики, заливаем кусочки курицы соусом керияки, перемешиваем. Возьмем болгарский перец и нарежем его не особо мелко. Еще нам потребуется нарезать морковку средних размеров, лук лучше использовать красный, так как он не такой острый. Наливаем на сковородку растительное масло и разогреваем его. Выкладываем курицу и обжариваем 3 минуты. Закидываем порезанные овощи, обжариваем еще 5 минут. Возьмем 2 упаковки лапши, заливаем кипятком и оставляем на 5 минут. Добавляем лапшу к курице с овощами. Нальем еще чуточку соуса терияки и продолжаем обжаривать до готовности курицы, еще примерно 5 минут. Получившееся блюдо можно посыпать сверху семенами кунжута. Получаем самый простой способ приготовления лапши удон с курицей и овощами. Заливаем брикет лапши кипятком, оставляем на 5 минут. Вбиваем яйцо, посыпаем солью и хорошо все перемешиваем. На разогретую сковородку с растительным маслом кладем круглую форму. Заполняем форму лапшой с яйцом. Утрамбовываем содержимое и жарим 3 минуты. Аккуратно, чтобы не обжечься, переворачиваем на другую сторону. Жарим еще 3 минуты. Всего нам понадобится 2 такие булочки из лапши. Кладем на сковородку круглую котлету, обжариваем с двух сторон до готовности. Порежем небольшое количество красного лука. Маринованный огурец нарезаем кружочками. Берем булочку из лапши и смазываем ее кетчупом. Сверху кладем листья салата. Затем кружочки огурца. Кладем котлету, ломтики сыра. Немного красного лука. Хотя, если вы любите поострее, то лука можно положить и побольше. Смазываем кетчупом вторую булочку. И собираем бургер из роллтона. Преимущество его в том, что булочки здесь очень необычные, да и к тому же очень хрустящие. Поэтому есть его нужно в свежеприготовленном виде. Для следующего рецепта возьмем 2 пачки лапши. 300 грамм фарша, приправу для мяса, соль, 200 грамм сыра, зелень, 3 яйца и томатную пасту. Лапшу заливаем кипятком, но не полностью, чтобы она сильно не размокла. Накрываем тарелки крышками и оставляем на 3 минуты. К фаршу добавляем соль, приправу для мяса, зелень и обжариваем до готовности. Натираем сыр, к томатной пасте добавляем зелень, немного теплой воды и хорошо перемешиваем. Получаем отличный соус. 3 яйца разбиваем в миску и хорошо перемешиваем. Застилаем формочку фольгой. На дно выкладываем слой лапши, толщиной примерно 1 сантиметр. Заливаем яйцами, но немножечко их еще оставим. И все разравниваем. Затем выкладываем слой фарша. Фарш смазываем томатным соусом. Посыпаем сыром. Затем опять идет слой лапши, слой фарша, соус, сыр и так далее. Самый верхний слой обильно посыпаем сыром и смазываем яйцом, чтобы получилась более румяная корочка. Убираем форму в духовку, разогретую до 200 градусов на 20 минут. В результате получаем супер вкусную лазанью. Добавляем к лапши овощи, которые идут в комплекте. Высыпаем приправу. Заливаем кипятком и ждем 5 минут, накрыв крышкой. Тем временем мелко порежем небольшой пучок петрушки. Петрушку всыпаем в небольшое количество растопленного сливочного масла. Перемешиваем. Возьмем 3 помидора, разрезаем пополам, вырезаем серединку и нарезаем дольками. Возьмем свежий огурец и нарезаем его вот таким образом. Еще нам понадобится нарезать 1 сладкий перец. Пересыпаем лапшу в глубокую миску. Добавляем порезанные овощи. Выкладываем петрушку со сливочным маслом. Не забываем посолить и хорошо все перемешиваем. На первый взгляд может показаться, что это несовместимые вещи. Но на самом деле салат с лапшой получился очень вкусным и сытным. Ведь не зря существует салат с фунчозой и овощами. Для следующего рецепта нам понадобится опять-таки 2 пачки лапши, 200 грамм сыра, 3 яйца, зелень, ветчина и помидор, который нужно порезать на кружочки. Завариваем лапшу. Берем круглую форму и застилаем ее бумагой для выпечки. Выкладываем в форму лапшу. Сделаем ее более плотной при помощи лопатки. Разбиваем 3 яйца в тарелку и хорошо перемешиваем желток с белком. Заливаем яйцами лапшу и разравниваем при помощи лопатки. Убираем форму в микроволновку на 10 минут. Через 10 минут, как видите, яйца прожарились и скрепили лапшу. Вынимаем ее из формочки. Снимаем бумагу для выпечки и получаем отличную основу для пиццы из лапши. Наносим кетчуп на основу. Распределяем его равномерным слоем. Нарезаем ветчину на кусочки и выкладываем их на основу. Затем выкладываем помидоры. Обильно посыпаем сыром и немного зеленью. Убираем в микроволновку на 3 минуты и получаем очень вкусную пиццу из лапши. Поначалу я думал, у меня ничего не получится. Но посмотрев и попробовав результат, я даже удивился, что из такой лапши может получиться такая обалденная пицца. Возьмем кусок куриного филе и нарезаем его кубиком. Мелко порубим половинку луковицы. Раздавим, а затем мелко порежем 2 зубчика чеснока. Возьмем 2 пакета с лапшой, зальем кипятком и оставим завариваться. Выкладываем курицу на разогретое растительное масло. Добавляем порезанные шампиньоны, не забываем про соль и обжариваем 5 минут. Нальем в миску 100 мл соевого соуса. Добавим 100 мл горячей воды. В эту смесь закинем порезанный лук. Еще можно поперчить и перемешать. К полуготовой курице выливаем половину получившегося соуса. Тушим 3 минуты. Закинем лапшу и зальем остатками соуса. Перемешиваем. Посыпаем зеленым луком. Накрываем крышкой и тушим еще 2 минуты. Получаем упрощенный вариант лапши удон с курицей и грибами. Наливаем на сковородку растительное масло и разогреваем его. Засыпаем замороженную овощную смесь. Обжариваем 5 минут. Один крупный помидор порежем на кусочки. Добавляем его к овощам. Обжариваем еще 5 минут. Берем лапшу и разламываем ее на небольшие кусочки. Добавляем лапшу к овощам. Заливаем горячей водой и тушим под крышкой еще 5 минут. Добавляем приправу. Посыпаем солью и перемешиваем. Порежем несколько листьев салата. Добавим салат к лапше и снова перемешиваем. В таком виде роллтон или любая другая лапша быстрого приготовления будет гораздо вкуснее. Друзья, а вам какой из рецептов больше всего понравился? Напишите в комментариях. Всем большое спасибо за внимание и желаю вам приятного аппетита!